Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы снова продолжаем говорить еще об одном описании Церкви, которое дано нам в Библии. Сегодня в наших размышлениях мы очень часто будем пользоваться Словом Божиим, чтобы эта истина была не только понятна, но чтобы мы попытались рассмотреть ее со всех сторон, причем именно так, как ее хочет открыть Бог. Желательно сегодня приготовить ручку, бумагу и Библию, потому что сегодня мы очень много будем работать именно со Словом Божиим. Вначале я хотел бы вместе с вами прочесть самый такой интересный отрывок. Это из Нагорной проповеди Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стиха. Христос говорит, «Вы – свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, если взять оригинал, но прославляли Отца вашего Небесного». То есть, когда я смотрю на этот отрывок, Христос, обращаясь к церкви, говорит, «Я хочу видеть вас светом». Когда мы говорим о свете, говорим о том, что Бог хочет видеть ее светом. Интересно, что Библия начинается с того, что сама история нашей Земли начинается со света. И это очень интересно. Когда мы смотрим на слово «свет», свет используется в Синодальной Библии 109 раз. Вообще, что такое свет? Когда мы открываем Википедию, мы читаем, что свет – это такая лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым. Природное явление выражено одновременно прерывистостью и устойчивостью в протяженности восприятия и в чувственном опыте. То есть, свет в разных проявлениях, как участник всех процессов во Вселенной. Потому что его энергия – это источник, одна из причин и основа органической жизни. Но так нам говорит об этом Википедия. Хотя, по большому счету, ученые сегодня так и не могут до конца дать объяснение этому явлению в полном объеме. В конце XVII века возникли две теории света. Корпускулярная – это Ньютон, мы видим его слева, и волновая – Гук и Юингенс. Таких три ученых, которые поднимали вопрос изучения света. Согласно корпускулярной теории, свет представляет собой поток частиц, как Ньютон говорил, корпускул, которые спускаются светящими телами. И он считал, что движение световых корпускул подчиняется законам механики. Когда мы смотрим на других ученых, которые предложили волновую теорию, в отличие от корпускулярной, она рассматривает свет, как некий такой волновой процесс, подобно механическим волнам. И вот в основу волновой теории был положен принцип Гюнгенса. Согласно которому, каждая точка, до которой доходит волна, становится центром вторичных волн. И огибающая этих волн, дает положение волнового фронта в следующий момент времени. То есть оно как бы вот так закручивается. Но в 60-е годы 19 века Максвелл установил общие законы электромагнитного поля, которые привели к заключению, что свет – это электромагнитные волны. То есть есть такие три направления в науке, которые говорят, что свет – это такое проявление физической материи. Когда мы смотрим о науке. Два направления в науке, которые напрямую изучают вопрос света. Это фотоника, которая занимается изучением свойств света, и оптика – раздел физики, который рассматривает явления, напрямую связаны с распространением электромагнитных волн. Неважно, какое – видимое, инфокрасное, ультрафиолетово в диапазоне спектра. Давайте все-таки копнем этот вопрос немножко глубже, чтобы понять вот эту идею, которую Христос поднял в Нагорной проповеди. Вообще, что Библия говорит нам по этому поводу? Давайте мы поразмышляем немножко на основании Библии. Когда мы читаем 35-й Псалом, 35-й Псалом, и мы читаем 10-й стих. Смотрите, что псалмопевец говорит. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Немножко раньше, в 26-м Псалме, мы читаем самый первый стих. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Вот эти оба отрывка, хотя такие стихи еще встречаются в Писании, они говорят очень важную идею, самую важную, что именно Бог является светом, то есть Он, как источник света для всей Вселенной. Что еще приоткрывает нам Библия по этому вопросу? Когда мы открываем 96-й Псалом, мы читаем такие слова в 11-м стихе. «Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье». То есть смотрите, что получается. Бог – источник света. И если человек имеет отношение с Богом, то свет от Бога попадает на такого человека. Давайте попробуем это проиллюстрировать. Когда мы смотрим на природу, допустим, луна сама по себе не светит. Она может только отражать свет солнца. И как только она входит в тень Земли, она не отражает свет. То есть если Земля перекрывает луну от солнца, происходит затмение. Вот точно так же происходит с верующим человеком. Если он был с Богом, тогда он светит в мире. Если этих отношений нет, то верующий человек не выполняет эту функцию в мире. Давайте сразу выводы подводить. То есть мы сразу видим, что первое – Бог – источник света. С этого надо начинать. И когда человек приходит к Богу, он имеет возможность теперь отражать свет в этом мире. Давайте дальше разбираться в этом вопросе. Как это происходит? В 111 Псалме мы читаем, Псалмопевец в 4 стихе говорит, «Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд и праведен». То есть верующий человек понимает тот факт, что он в этом мире должен быть рефлектором. Не светом, рефлектором. То есть отражать вот этот Божий свет. То есть свет от Бога во тьме мира он должен отразить. И самое интересное, чем больше времени он провел с Богом, тем более и, видимо, это становится для окружающих людей. Давайте несколько примеров библейских, чтобы подтвердить вот эту идею. Когда мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», 4 глава, мы читаем 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом». Заметьте, не те 3,5 года, которые они ходили, а, допустим, вчера и сегодня уже. То есть люди это видят. Когда мы читаем в Ветхом Завете такая же история. Исход 34 глава. Интересные такие слова мы читаем за второго героя Библии, который иллюстрирует эту тему. Исход 34, 29. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Смотрите, два раза по 40 дней Моисей был с Богом. И когда он вторично уже спустился, люди не могли на него даже смотреть. Они попросили, чтобы он на себя типа паранжи накидывал, чтобы не слепил их глаза. Еще солнцезащитных очков не было. То есть мы видим второй пример. Чем больше человек проводит время с Богом, тем это явственней и видно окружающим людям. Третий пример на эту тему. Когда мы читаем историю, записанную в книге пророка Даниила, мы читаем такие слова. Даниила, пятая глава. Мы читаем одиннадцатый стих. «Есть царствие твое муж, в котором дух святого Бога. Во дне отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь на ухода Носар, отец твой, поставил его главой тайноведцев, обаятелей, халдеев, гадателей. Сам отец твой царь». То есть три примера, которые иллюстрируют вот эту идею. Бог источник света. Человек, побывав в присутствии Божьем, может этот свет отражать людям. Что дальше происходит в этом процессе? Давайте обратимся к премудрому Соломону. И мы читаем в притче такие слова. Притча 13 глава мы читаем в 9 тексте. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Вот интересная закономерность. Имеем отношение по вертикали с Богом светим. «Уходим от Бога», свет потихонечку начинает угасать. То есть яркость света верующего пропорциональна времени, которое он провел с Богом. Вот почему Иисус Христос настоятельно говорит об этом в свое время ученикам, но это касается и нас сегодня. Когда мы открываем Евангелие Иоанна, 12 главу, мы читаем два таких стиха. 12 глава, 35 и 36 стих. «Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами, ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. «Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Немножко раньше мы прочитаем в 8 главе в 12 стихе. «Опять говорил Иисус к народу и сказал, я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот эти отрывки говорят очень важную вещь. То есть Христос настоятельно говорил не только ученикам и нас сегодня. «Используйте любую возможность, чтобы получать свет от Бога, ходить с Богом, жить во свете». То есть Бог не желает, чтобы такое продолжалось и не хочет отпускать этот вопрос на самотек. Именно поэтому Христос и говорит нам на горной проповеди о церкви как о свете для этого мира. Еще евангелист Ветхого Завета пророк Исаия говорил о таких планах Бога. Когда мы читаем книгу пророка Исаии, мы читаем в 9 главе такое интересное пророчество. 9 глава Исаии, второй стишок. «Народ ходящий во тьме увидит свет великих, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Вот такая будущность, которую Бог представляет. Вот такая перспектива для мира и такая обязанность для церкви. Но как это может происходить практически? Давайте посмотрим тот же пророк Исаия. мы читаем в 42 главе в 6 стихе такую весть. 42 глава 6 стих. Бог говорит, «Я Господь призвал тебя в правду и буду тебя держать за руку и хранить тебя и поставлю тебя в завет для народа во свет для язычников». Вы обратите внимание, Бог желает это сделать с каждым верующим, который согласится стать рефлектором Божьего света в этом мире. Библия говорит о том, что Бог пошлет свой свет, Бог поможет светить, Бог укрепит нас в этом процессе. Но это все как некая теория. Давайте посмотрим, как же это происходит в жизни конкретного человека. Когда мы открываем 118-й Псалом, это самая длинная глава в Библии, мы читаем в 105-м стихе такие слова. «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть человек в разуме должен понимать, что именно Писание это помощь верующего человека прийти к полному свету. То есть если он открывает каждый день Слово Божие, оно помогает. Интересно, что ученые нашли некоторые светильники в Палестине, на которые ссылался здесь Давид. Дело в том, что был такой светильник, который привязывал пастух к ноге. И этот светильник, чтобы у него были руки свободны, типа летучей мыши. И этот светильник мог светить только на один шаг вперед. То есть человек понимает, что нельзя открыть Слово Божие в тот день, когда он пришел в церковь и напитаться на всю неделю. Это надо делать каждый день. То есть только на один день Слово Божие может чуть-чуть приоткрыть мне свет. То есть на один шаг, на один день. Вторая очень важная мысль, которую мы читаем тоже у Давида, это 42-й псалом. Мы читаем третий стих. Пошли свет твой и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. Вот этот стих говорит о том, что верующий сознательно в своих планах выделяет время для самостоятельного и личного изучения Писания. Мало этого, он желает получать этот свет от Бога и молиться об этом, стремиться к этому, потому что именно молитва и Библия помогает тогда приходить в церковь, получать полный свет от Божьего присутствия. Читаем еще один такой интересный отрывок, это Соломон пишет в притче, в 6 главе мы читаем 23 стих, «Ибо заповедь есть светильник и наставление свет и назидательное поучение путь к жизни». Причем вот это изучение Библии имеет особую цель, то есть я хочу узнать Божью волю, заповедь, я хочу получать назидательные поучения и идти по этому пути, то есть это долгий процесс в жизни человека, выражающий в послушании того, что он узнает. Еще прочитаем два отрывка книги пророка Исаии, 58 глава, мы прочитаем с шестого стиха. Вот пост, который я избрал. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающий бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единогротного твоего не укрывайся. Тогда откроется как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя». Пророк Исаия говорит о том, что дальше верующий вот все это начинает воплощать в своей жизни. Библия говорит, стоит на посту, то есть речь здесь не о питании, это о том долге, который должен быть у каждого, потому что у каждого человека он свой, это пост, это обязанность, это должностная обязанность христианина и церкви в целом. Возвращаемся к Псалтерю. И вот когда мы читаем 36-й Псалом, мы читаем в 6-м стихе такую мысль. 36-й Псалом, 6-й стих. «И выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень». Вот только верующий сможет выполнить свое предназначение в этом мире, то, о чем говорил Христос в Нагорной проповеди. Причем в вопросе свечения это, Библия говорит, уже будет дело Бога. Это не человек светит. То есть, человек светить не может. Светит Бог, а человек может просто отражать вот этот свет в этом мире. Когда я смотрю на прошлое очень многих верующих, апостол Павел описывал их жизнь такими словами. Когда мы открываем в Новом Завете послание апостола Павла к Ефесянам мы читаем такие слова. Ефесянам 5 глава 8 стих Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света. По большому счету так оно и есть. Мы были все когда-то тьмой. Можно сказать как в затмении были. И именно поэтому апостол Павел просит Пожалуйста выполняйте вот это предназначение Бога по отношению мира. Вот в этом план Бога. И апостол Петр тоже присоединяется к словам Павла и говорит нам такие слова. Когда мы читаем 1 Петра 2 глава 9 стих Но вы род избранный царственное священство народ святый люди взятые в удел дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Когда мы читаем о встрече Иисуса Христа с Никодимом мне нравится когда заканчивается вся эта беседа эта глубокая ночь Христос сказал удивительные слова. Многие верующие почему-то оканчивают размышления о Никодиме в 16 стихе но история на этом не заканчивается мне нравится последние три стиха когда заканчивается эта беседа давайте прочитаем это 3 глава Иоанна с 19 стиха Христос говорит Суд состоит в том что свет пришел в мир но люди более возлюбили тьму нежели свет потому что дела и были злые ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету чтобы не обличились дела его потому что они злые а поступающий по правде идет к свету дабы явны были дела его потому что они в Боге соделаны посмотрите насколько это серьезный вопрос по поводу света то есть Христос говорит это вопрос вечной участи потому что именно на суде Христос говорит будут рассмотрены следующие вопросы лично я шел к свету светил в этом мире поступал по правде или я любил тьму был злым ненавидел все связанное со светом и очень скоро Иисус Христос придет на нашу землю очень скоро и интересно что пророк в древности описал этот приход такими словами это вакуума 3 глава 3 4 стих Бог Бог от Фимана грядет святый от горы Фаран покрыло его облако величия его и славой наполнилась земля блеск ее как солнечный свет от руки его лучи здесь тайник его силы что хочется сказать вот если мы привыкли каждый день приходить к нему общаться с ним получать от него свет жить в этом свете чтобы отразить в этом мире то когда вот это событие тогда это событие будет самым радостным для меня но если сама идея читать Библию что-то выполнять в своей жизни что-то делать для окружающих людей чуждо тогда приход для Христа для меня будет чем-то жутким неожиданным нежеланным то есть все зависит от нашего выбора от нашей ежедневной жизни вот хочется сделать вывод в наших размышлениях во-первых Бог является источником света только он светит человек когда приходит к Богу он может только отражать свет в этом мире и вот эта яркость или люмены или ваты верующего зависят прямо пропорционально сколько времени я провел с Богом и Бог тогда пошлет свой свет он поможет светить Бог укрепит нас в этом процессе и вот человек начинает понимать что именно Библия это помощник или инструмент чтобы прийти к более полному свету тогда верующий сознательно в своих планах начинает выделять время для самостоятельного личного изучения Писания то есть он хочет получать этот свет он молится об этом он стремится к этому причем это изучение имеет очень важную цель узнавая Божью волю или заповедь от Бога получать назидательные поучения и выполнять идти по этому пути дальше верующий человек начинает все это воплощать в жизни идет по этому пути он стоит на посту у каждого верующего пост свой и только тогда верующий сможет выполнить свое предназначение в этом мире именно то о чем Христос сказал на горной проповеди причем в вопросе свечения это уже дело Бога а не человека то есть человек не светит а Бог а человек просто отражает свет в этом мире такой христианский автор поэт Сотниченко в 1999 году написал такие слова я видел свет кто отражал твой свет он не слепил но радовал безмерно и каждый нерв казалось им согрет и мысли путь очищен был от скверны интересные слова которые заставляют нас о многом задуматься в нашей жизни но есть еще один очень серьезный вопрос о котором я хотел чтобы мы вместе подумали в конце наших рассуждений когда мы также на горной проповеди возвращаемся в 6 главе Матфея мы читаем в 33 стихе вот 23 если же око твое будет худо то все тело твое будет темно итак если свет который в тебе тьма то какова же тьма знаете когда мы читаем это в синодальной библии оно как-то непонятно немножко я бы хотел несколько переводов этого текста посмотреть чтобы мы поняли суть или идею вот эту изюминку о чем Христос говорит на горной проповеди первый вариант перевода но если глаза твои больны то и все твое тело полно тьмы и если тьма твой единственный источник света то как же ужасно эта тьма или еще один перевод IBC 2010 но если глаз у тебя дурной то все твое тело будет полно тьмы и если свет который в тебе тьма то какова же тогда тьма другими словами если перефразировать конец этого стиха можно задать вопрос а кто мы на самом деле являюсь ли я светом или я только об этом мечтаю но может быть иногда говорю а может быть я как христианин являюсь тьмой в то время как считаю себя светом это очень серьезный вопрос вызов который заставляет нас проверить себя я бы хотел об этом помолиться дорогой господь мы приходим к тебе после особых слов поучения с особой просьбой боже помоги нам увидеть реально кто мы на самом деле господи помоги нам осознать мы свет или тьма в этом мире господи понимая как мы можем светить в этом мире помоги чтобы этот процесс происходил каждый день с каждым лично и с церковью в целом боже помоги в первую очередь думать о себе помоги господи чтобы каждый день я выбирал путь к свету к тебе каждый день открывал твое слово чтобы направляться к тебе чтобы я отражая твой свет для мира был на этом посту посту света для людей аминь в конце я хотел бы в современном переводе прочитать особое обещание Бога по этому вопросу это Исайя 49 глава 6 стих господь мне говорит ты самый нужный мой слуга в неволе народ Израиля но он ко мне вернется семья Якова ко мне придет но у тебя есть дело поважнее чем это светом для народа я сделаю тебя моим путем спасения для всех людей земли аминь я я не не я не 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 не